В этом видео я вам расскажу, почему может не включаться машинка стиральная, из-за чего она может не включаться, и как можно самому спокойно продиагностировать, если эта причина очень, так сказать, не глубокая. Натолкнула меня одна история, где недавно у меня случилась похожая ситуация, и поэтому я решил записать это видео. Представим с вами такую ситуацию, вы поставили белье в машинку, загрузили, поставили на стирку, она начала стирку, вы отошли по делам, потом приходите, а она у вас выключена. Вы пытаетесь включить, ничего, никаких признаков жизни она не подает, уже появляются мысли, что машиночку нужно менять, либо новую покупать, задумывайтесь, о ремонте сложности, о сложности ремонта, вернее, вызывайте мастера, мастер приходит, ну, не как показано на картинке, конечно, потому что в такой одежде вряд ли будет мастер приходить, но все может быть, конечно. вот, но не спешите, сейчас вы увидите, что, возможно, причина вкроется не в самой машинке. Приходит мастер такой, начинает вам разбирать машинку, смотреть, и может вам объявить, допустим, дорогостоящий ремонт какой-нибудь, вот. Но это на самом деле может быть не так. Так, и сейчас мы с вами вместе будем разбираться. Первая причина, с которой стоит начинать, это проверьте электричество у вас во всем доме. Может быть, просто у вас пропало электричество, выключили, например. Но, думаю, в этом бы вы сразу и так заметили, если бы у вас не горел там какой-нибудь свет или еще что-нибудь. Это можно заметить. Вот, но давайте теперь подумаем вторую причину, из-за которой может не работать, и которая у меня произошла. Это отошел контакт в розетке самой, либо неисправно уже розетка. Где-то в розетке или к ней оборвана цепь, или нет контакта. Это первый момент. Второй момент. Бывают люди подключают через удлинители. Через удлинители. То есть в розетке провода вилки не хватает до розетки, и люди подсоединяют через удлинитель, так сказать. Вот вы видите, вот такой вот удлинитель бывает, вот такой. И как раз у меня была такая ситуация, что именно в удлинителе она и не работала. То есть я мерю напряжение, вот к удлинителю приходит. Но из самого удлинителя напряжения нет. Следующая, третья причина, по которой может не включаться стиральная машина, это сетевой фильтр, который идет у вас от розетки, так сказать, вернее от вилки до машинки самой, и входит вовнутрь. Далее он подсоединяется к сетевому фильтру. Вот на картинку вы видите, один из примеров, как он выглядит, может он гореть. То есть клеммы обгорают, и из-за этого пропадает контакт. Следующая причина у нас относится к самому распространенным ошибкам, самым распространенным неисправностям, которые связаны с неисправностью нагревательного элемента, или, так сказать, ТЭНа, который, в свою очередь, либо перестает нагревать, либо пробивать на массу, из-за этого вырубает УЗО или автомат. И из-за этого в некоторых машинках может просто не включаться. То есть ТЭН тянет за собой модуль, и горит еще модуль. Из-за этого тоже машинка может не включаться. Поэтому следите за состоянием ТЭНа. Периодически раз в три месяца или полгода стирайтесь лимонной кислотой, чтобы от накипи он очищался. И вот здесь мы видим на картинке сам блок управления, электронный модуль, который, так сказать, вы самостоятельно уже не сможете отремонтировать. Но, может быть, если по видео, то, конечно, отремонтируйте. Вот. Это уже серьезный. Здесь нужно осознанно подходить к делу. Но его обязательно нужно отнести к этой причине, по которой тоже может не включаться стиральная машина. А сейчас я вам дам несколько рекомендаций, как ухаживать за стиральной машинкой. Здесь на картинке вы видите сливной фильтр, который практически во всех машинках присутствует. Внизу с нижней панелью, либо под нижней панелью, слева или справа. Это сливной фильтр, где скапливаются всякие мелочи, там, железки, накипь и все прочее, что не может выйти в сливной шланг. То есть, то, что не соливается. И его периодически тоже нужно чистить, не забывать. И из-за него могут быть проблемы со сливом. То есть, забивается и не проходит слив. Далее. Далее это сеточка на клапане залива воды. Она тоже забивается со временем не так чаще, чем сливной фильтр. Но из-за нее тоже напор плохой становится. Особенно, если у вас вода очень плохая и грязная. Что рекомендуется ставить отдельный фильтр на воду. Еще бывает ставится вот такая вот сеточка, как на видео, в самом заливном шланге. Ее тоже нужно чистить периодически, если у вас пропал напор воды. На этом у меня все. Кому чего было непонятно, пишите в комментарии. Будем отвечать, разбираться. Ну, а кому помогло справиться, решить проблемы самостоятельно, можете поставить лайк, подписаться, чтобы не пропустить видео. И пишите, какие еще идеи можно будет опубликовать на YouTube-канале. Всем всего хорошего.